На совещание, прошедшее в городской администрации, собрались секретари первичных отделений партии «Единая Россия». Впрочем, помимо местных единороссов, в совещании участвовали первые лица партии в Тамбовской области. Возглавил совещание председатель областной думы и секретарь регионального полицсовета Александр Никитин. Совещание с секретарями первичных отделений партии было посвящено старту отчетно-выборной кампании в городе Расказово. В ее рамках при помощи тайного голосования предполагается избрание лиц на руководящие должности. Оценку деятельности Расказовского отделения партии, а вместе с ней руководство города, дал губернатор Олег Бетин. Динамика в развитии всех сверхжизнедеятельностей города, как отметил в своем выступлении исполняющий обязанности главы Александр Таранков, видна, как говорится, невооруженным глазом. Вопросы благоустройства, ремонта дорог, развития промышленности решались во многом благодаря наказам и пожеланиям обычных жителей Расказова в ходе избирательных кампаний. У нас практически все предприятия по итогам 9 месяцев имеют положительный рост производства. Были проблемы у нас, конечно, и это включалось на совещании таких предприятий, как ПФ, Раском и Фарадей. Но там было связано с проведением закупочных конкурсов. Теперь тендеры отыграны, и сейчас, начиная с четвертого квартала, предприятие будет увеличить объемы, и, так сказать, по итогам года они, в принципе, перекроют те объемы, которые у них были в прошлом году. Все те пожелания и высказания, которые получили наказы избирателей в ходе выборной кампании, они были взяты на учет, и уже экономическое развитие города, оно строилось с тем, чтобы люди видели, что их слова не ушли в песок. Совещание секретарей первичных отделений партии проходило под председательством Александра Никитина. Он отмечает, что положительные преобразования в Расказово проходят при самом непосредственном участии под руководством главы города и депутатского корпуса. Не случайно по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления наш город занял второе место в рейтинге муниципальных образований Тамбовщины. Конечно, это заслуга всего, так сказать, руководства городом, но мне бы все-таки персонально хотелось в адрес Алексея Николаевича Коломакова сказать. Я думаю, что та молодость, его энергия, его опыт, его умение выстраивать коммуникации с администрацией области и с законодательным собранием области, оно все сыграло здесь, несомненно, так сказать, решающую роль. И команда единомышленников, которая вокруг него собирается, вот я думаю, вместе с ними, я думаю, что есть люфт, есть разбег, как раз для того, чтобы, может быть, на следующий год занять первое место. Но это стало возможным, все эти позитивные изменения, которые мы наблюдаем, благодаря, мне кажется, его личной, так сказать, роли. Александр Никитин озвучил также законопроекты, которые рассматриваются в законодательном собрании области в настоящее время и будут вынесены на ближайшее заседание. Бюджет области по-прежнему будет социально ориентирован, а сигнование получит и агропромышленный комплекс, отмечает председатель облдумы. Будем рассматривать все еще в осенне главный финансовый документ Тамбовской области, это закон о бюджете. И сейчас как раз проектировки этого бюджета, следующего года очередного, они обсуждаются. Это вопрос и пособий, это вопрос и тех, так сказать, норм, которые будут введены с 1 января 2013 года, о доплатах семьям, у которых рождается третий ребенок и последующий. Вот, это целая, так сказать, серия будет правовых актов, связанных непосредственно с реализацией федерального закона об образовании. Мы будем, естественно, уделять внимание не только социальным аспектам развития области, но и экономическим. Вот, это законопроекты непосредственно, которые касаются развития агропромышленного комплекса. Роль населения в развитии области огромна, уверен Александр Никитин. Наглядно это демонстрирует проект «Народная инициатива». Граждане сами решают, куда и на какие наиболее острые нужды тратить гранты, положенные муниципальным образованием. Напомним, что область получила почти 81 миллион, войдя в десятку наиболее успешных регионов страны. Территории Тамбовщины получат почти 65 миллионов и потратят на то, что сами жители считают наиболее важным. Евгения Конобеевская, Сергей Томахин. Новости ТВ Рассказыва. Новости ТВ Рассказыва.